Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Анна Чугунова. Здравствуйте! Говорим о главных событиях дня. У Владимира прошла торжественная церемония отправки бойцов-контрактников на службу в зону специальной военной операции. В этот раз на защиту страны встал 21 человек. Один из добровольцев Дмитрий рассказал, что в первую очередь едет защищать свою семью. На гражданке у него остаются жена и трое детей. Это мой первый контракт. Принял такое решение. Много друзей, которые там погибли, до сих пор там сейчас находятся. Как-то решил их поддержать и тоже пойти туда. Долг родни отдать. Это моя страна. Я ее должен защищать. Здесь живет мои родители, моя семья, мои близкие люди. И нужно сделать так, чтобы враги не подступили к нам сюда ближе. Сперва бойцы отправятся в учебные части, где будут осваивать современные методы ведения боя под руководством опытных командиров. Поддержать добровольцев пришли их семьи, близкие, волонтеры и представители военкомата. Чтобы поприбыть сейчас в учебные части, мы в кратчайшие сроки вспомнили свои навыки. Кто проходил срочную службу, кто еще какую-то службу проходил. Обучились всем сейчас новым тактическим наведениям. Изучили оружие, изучили то, что вам будет предоставлено. Сейчас очень много новшеств. В Владимирской области продолжается акция «Добро в село». Ее цель – медицинская помощь жителям отдаленных деревень региона, в которых нет своих фельдшерских пунктов. Организатор акции – региональный Минздрав совместно с филиалом ПИМУ. Здоровье пациентов проверяют медики-волонтеры в мобильных комплексах. На диспансеризацию в деревне Шепели побывала наша съемочная группа. В маленькой деревне Шепели, где проживают около 30 человек, нет своего фельдшерско-акушерского пункта. Добираться до ближайшей больницы местным жителям сложно в силу возраста. Поэтому такие мобильные ФАПы – спасение для пожилых людей. Я не ожидала такого приема. Поэтому, если честно, ошеломлена тем, что профессионально, что доходчиво, все понятно. Советы даны очень ценные. Я буду их придерживаться. Очень удобно, очень. Никуда не надо ездить. Можно сказать, все под боком. В таком автомобиле принимают несколько врачей – терапевт и гинеколог. На месте ассистируют еще два медика-волонтера. В мобильном ФАПе медики проверили уровень холестерина, глюкозы в крови, давление и проводили анкетирование. Скрадается давление? Да нет, церковь сыграет. Сейчас увидим. Главные тоже. Ну, некогда. Мария Грунина сегодня в роли волонтера-помощника. Отдала медицине уже 20 лет жизни. Большую часть времени проработала в скорой. Принять участие в акции «Добров село» ее пригласили в филиале ПИМУ, где сейчас учится Мария. Ну, как говорится, не медикам становятся, а медикам рождаются. То есть, как бы, и вся семья медицинские работники. И я стала медицинским работником, наверное, династии. Может быть, с детства было, как бы сказать, не жалость к людям, а пытаешься помочь как-то. Потому что вот эти отдаленные пункты, они настолько… Здесь дефицит медицинских кадров и тех же самых врачей, и тех же самых фельдшеров. И, конечно, хочется помочь. На месте женщины могут пройти осмотр у гинеколога. Здесь есть все необходимое для первичного осмотра. Гинекологическое кресло и одноразовые инструменты. Это позволяет выявить патологию. В последующем позволяет направить ее на следующий этап до обследования. То есть, при выявлении чего-то серьезного, мы вызываем пациентку к себе на прием и уже в дальнейшем назначаем все необходимые обследования для того, чтобы поставить диагноз и оказать необходимую помощь. Организаторы акции «Добров село» региональный Минздрав совместная с филиалом ПИМУ. Волонтеры-медики будут выезжать вместе с врачами для проведения диспансеризации населения в мобильных комплексах. В этот раз к ним присоединились врачи из Собинской районной больницы. В нашем учреждении по программе модернизации здравоохранения был закуплен передвижной фельдшерско-акушерский пункт. В этом автобусе, кроме терапевта и гинеколога, могут еще работать такие узкие специалисты, как стоматолог, хирург, то есть принимать пациентов и даже им оказывать какую-то там первичную помощь. И, соответственно, ну и консультировать и обследовать. Акция «Добров село» будет проводиться ежемесячно, чтобы медицинскую помощь мог получить каждый нуждающийся, который проживает в отдаленных уголках региона. Александра Маркина и Дмитрий Шаталов. Качественные и безопасные дороги – важнейшая составляющая любого региона. Чтобы обеспечить высокие стандарты дорожного покрытия, во Владимирской области внедряют передовые технологии производства асфальтобетона. Современные дорожные лаборатории с новейшим оборудованием в 33-м регионе имеют только одно предприятие – ДСУ-3. Здесь выпускают асфальтобетон всех видов. Лаборатория Владимирского филиала – это организация, одна из самых оснащенных в области. Основная функция – контроль качества стройматериалов для ремонта и содержания дорог. В долговечности асфальтобетонных покрытий основную роль играет битумное вяжущее. Именно битум в наибольшей степени подвержен изменениям под воздействием транспортных нагрузок, а также погодных условий. Одним из основных направлений по изменению свойств битумов является их модификация полимерными материалами. В лаборатории проверяют асфальт на плотность и устойчивость, контролируют качество его толщины и пустоты. Особое внимание уделяется устойчивости асфальтобетона к образованию колеи. Ведь этот фактор напрямую влияет на долговечность и безопасность дорог. Здесь происходит имитация фактических условий. То есть здесь мы видим колеса, которые прокатываются 20 тысяч раз по специально приготовленной пробе асфальтобетонной смеси. На Улыбышевской производственной базе предприятия в прошлом году произвели почти 90 тысяч тонн асфальта. При его изготовлении используют специальные добавки. Они увеличивают дальность транспортировки, снижают температуру уплотнения материала и обеспечивают удобство укладки. Горячая смесь обладает необходимой пластичностью. Это позволяет равномерно распределить смесь и достигать оптимального уплотнения. Благодаря современному подходу дороги Владимирской области становятся более безопасными, долговечными и комфортными. Спортивный зал школы бокса в Перекопском военном городке областного центра отремонтируют. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Александр Ремига. Он сообщил, что для ремонта областное правительство привлечет спонсорские средства в 500 тысяч рублей. Деньги согласилась выделить одной из крупных промышленных предприятий. Какие работы будут выполнены, определит тренерский состав. Здесь надо проводить, конечно, и косметические ремонты, и с точки зрения инфраструктуры приводить в порядок. Такие задачи не ограничиваются только этим залом. По всему региону их необходимо приводить тоже в порядок. Губернатор Александр Александрович Авдеев поставил задачу, чтобы во всех районах такую работу провести. Понятно, что с наскоком мы этого делать не будем в плановом порядке. Тренеры и воспитанники школы надеются, что это лишь первый шаг на пути к ремонту здания. Оно построено еще до революции и уже давно требует значительных вложений. Здесь плохо работает система отопления, нет горячей воды, в ремонте нуждаются туалеты и крыши. Когда начинается отопительный сезон, у нас половина этого зала теплая, половина того зала, как говорится, у нас холодная. Вот в этом есть такая проблема у нас, как говорится. В крыше протечки есть, потому что крыша делалась давно, где-то лет 18 назад. Спортивный зал в Перекопском городке существует с 70-х годов прошлого века. Здесь вырастили немало известных спортсменов, в том числе пять мастеров спорта международного класса. Сегодня в зале занимаются около ста детей от 10 до 18 лет. С ними работают три тренера. Воспитанники успешно принимают участие в соревнованиях разного уровня. Я участвую в международных турнирах в городе Кстово, а также в всероссийских некоторых соревнованиях. Победитель первенства Владимирского области в 2023 году. Если честно, в школе есть до успеха, какое-то своеобразное уважение. Относится к тех, кто как к спортсмену такому уважительному. Ну, не только в школе, вообще в жизни. Все знают тебя на районе, что вот ты боксер, защищаешь нашу область. Выпуски новостей, образовательные программы, масштабные телевизионные проекты и социальные ролики. Сегодня десятилетие отмечает наша телекомпания «Губерния-33». Сейчас круглосуточное эфирное вещание покрывает все районы области. Поздравить коллектив с юбилеем пришли представители правительства и законодательного собрания Владимирской области и администрации областного центра. Сотрудникам телекомпании вручили дипломы и награды. Благодарность от губернатора Александра Авдеева получил коллектив «Губерния-33». В том потоке информации, в которой сейчас оказывается любой человек, который идет в него из соцсетей, радио, телевидения, газеты, все средства коммуникации, очень сложно разобраться. И очень важно иметь точку опоры, знать, что есть СМИ, которые транслируют проверенную, достоверную информацию, которой можно доверять. Я очень рада, что таким СМИ является губерния. Это, по сути, партнер каждого жителя Владимирской области. Десять лет и много, и мало. Десять лет – это, что называется, выдержка. Проверку временем телеканал прошел. Теперь новые испытания. Это освоение новых информационных пространств, новых навыков, новых коммуникаций. Я желаю просто не останавливаться. Десять лет «Губерния-33» не просто рассказывает зрителям о самых значимых новостях. Мы ведем прямые трансляции крупнейших общественных и культурных событий в регионе. А медиапроекты нашего коллектива представляют Владимирскую область в том числе на федеральных площадках и форумах. Коллектив, журналисты с честью несут. Это непростая работа. Это, с одной стороны, и творческая работа, с другой стороны, как это принято языком чиновничным говорит, необходимо четко и внятно формулировать государственную политику исполнительных, законодальных органов Владимирской области. С этим действительно все получается. И хочется от души пожелать коллективу и дальнейшего творческого роста и развития. Очень важно, чтобы «Губерния» не замыкалась только на внутрирегиональной повестке, только на событиях внутри нашей Владимирской области. Очень здорово, что «Губерния» огромное количество популярных, интересных по-настоящему проектов. За каждым сюжетом, новостью на сайте или спецпроектом компании «Губерния-33» стоит огромная команда профессионалов. В эфирах и на интернет-ресурсах зрители видят лишь маленькую часть всей нашей работы. О том, что остается за кадром, расскажем далее. Это новости на телеканале «Губерния-33» в студии Ирины Новикова. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. Уже 10 лет каждый будний день зрители включают наши новости, чтобы узнать о главных событиях региона. Чтобы он вышел на экраны, круглосуточно трудятся десятки человек. Корреспонденты, операторы, монтажеры, ведущие, редакторы и инженеры. Режиссер Александр Матвеев признается, спустя пять лет работы у него все так же захватывает дух, когда таймер отсчитывает секунды до эфира. Первый раз было, конечно, волнительно. В принципе, и сейчас тоже руки немного дрожат, когда что-то не успевается, что-то делает в режиме в авральном. Но все самое интересное за пределами телестудии. Наши операторы и корреспонденты всегда там, где происходят важнейшие события. Татьяна Гордеева работает на «Губернии» уже 9 лет. За эти годы она создала сотни репортажей со всех концов региона и за его пределами. Получила немало наград и премий. Считаю, что работа журналиста интересна и очень важна. Она требует определенных личностных качеств. Нужно иметь терпение, настойчивость, быть неравнодушным к чужой беде. Считаю, что задача журналиста – объективно разобраться в ситуации, показать разные точки зрения на проблему. Ну а если в ходе этой работы дастся помочь человеку, то это большая журналистская удача, и да, такое иногда случается. Выпуски новостей – лишь малая часть того, что создается телекомпанией. Спецпроекты – самое масштабное направление нашей работы. Развлекательные, образовательные и краеведческие передачи, социальные ролики и документальные фильмы – все это не только в эфире телеканала, но и на других медиаплощадках. Часто наши проекты становятся визитной карточкой региона за его пределами. Многие из них получают признание федерального уровня. И программа «Спорт баттл» – телеканал «Губерния-33 Владимир». Проект «Донбасс.Притяжение» – особая гордость телекомпании. Это история обычных людей из Владимирской области, которые восстанавливают освобожденные территории. Как света нет, все автоматически включается, насосы работают, вода есть. А кто это все тут сделал, построил? Мы. Автор проекта – Алексей Дудин. Он известен зрителю как ведущий новостей. Алексей убежден, что рассказывать о людях рабочих профессий не менее важно, чем о военных достижениях страны. Это же надо все ремонтировать, восстанавливать, что-то делать. И по разным отраслям те простые люди – сантехники, слесари, водители, врачи, то есть гражданские специальности. Их не очень много показывают. Их, конечно, тоже показывают, но вот мы сделали именно упор на гражданской истории. «Губерния-33» – это не только телевидение. На частоте 107,9 – инновационная радиостанция «Лайк-ФМ». Во Владимире это первая волна, на которую музыку выбирают слушатели – на сайте или в приложении. А еще это одна из немногих радиостанций, где люди знают редактора в лицо. Утром Андрей Белов составляет программу эфира, а уже днем надевает костюм и ведет новости. Мне нравится реализовывать себя в разных форматах в медиа, как и на радио, так и в телевидении. Ну и огромное спасибо «Губернии» за предоставленную возможность. Самые востребованные среди владимирцев медиаресурсы – интернет-портал и социальные сети. Редактор сайта Анна Тумановская отмечает, что для многих людей наши площадки стали возможностью делиться своими проблемами и решать их. Всегда нам можно в социальных сетях написать какое-то свое обращение. Мы выезжаем, наши съемочные команды выезжают по сообщениям, которые оставляют жители Владимирской области в социальных сетях телеканала «Губерния». Масштабы, которых компания достигла за последние годы, еще 10 лет назад невозможно было представить. Красную ленту перерезала экс-губернатор региона Светлана Орлова. Сегодня наша телекомпания – единственная в регионе, которая ведет прямые трансляции с места событий. Наши новости набирают тысячи просмотров в сети. Генеральный директор компании Борис Чернышев уверен, что секрет успеха компании – в людях. Сейчас у нас творчески развитый коллектив. В нашем распоряжении находятся два телеканала. В нашем распоряжении находится радио. В нашем распоряжении находится сетевое издание. И плюс довольно-таки развитые социальные сети. Журналисты, монтажеры, режиссеры вынуждены учиться делать разносторонний продукт сразу. Это во многом определяет такую уникальность компании. Наша телекомпания постоянно развивается и профессионально, и технически. За последние годы закупили десятки единиц техники. Новые камеры, пульты, компьютеры, звукозаписывающая аппаратура. Впереди новые форматы, масштабные проекты и амбициозные цели. Стать лучшим и самым популярным СМИ в регионе. Александра Реутова, Евгений Адамов и Татьяна Семенова. Но другим темам. Владимирская область продолжает удивлять посетителей выставки «Россия в Москве». Показываем не только собственные таланты и ремесла. Делимся еще и знанием иностранцев, которые живут на территории региона. Так студенты ВЛГУ из Китая провели на областном стенде мастер-класс по написанию традиционных иероглифов их страны. В руках специальной кисти бумага для каллиграфии. Экспресс-обучение проходит под наблюдением носителей языка. Работают не только над правописанием. Тренируют и произношение. Посетителям выставки интересно, как выглядят их имена на бумаге и что они означают. Мастер-классом руководит студент ВЛГУ из Китая. С русской культурой молодой человек познакомился 4 года назад еще в родной стране. Тогда и родилась мечта переехать в Россию. Вскоре удалось воплотить ее в жизнь. Владимирский университет первым из отечественных вузов стал практиковать обучение по обмену с китайскими вузами. Сейчас в программе состоит более 800 студентов. Музей-заповедник Александровская Слобода принял участие во Всероссийском свадебном фестивале, открывшемся на выставке России. На ВДНХ воссоздали атмосферу эпохи Ивана Грозного, представив театрализованную реконструкцию обряда «Выбор царской невесты». Музей Ивана Грозного уже неоднократно продвигал культурно-туристический потенциал региона на стенде Владимирской области в Москве. На этот раз для сценической площадки фестиваля сотрудники заповедники предложили свой эксклюзив. Мы здесь работаем по приглашению Министерства культуры Российской Федерации. От них поступило такое предложение – представить нашу интерактивную программу «Выбор царской невесты» на сценической площадке этого павильона «Наша культура». Яркое костюмированное представление позволило погрузиться в историю и традиции XVI века. «Выбор царской невесты» – это реконструкция старинного обряда. Во времена Ивана Грозного выбор будущей царицы был делом государственной важности. «Единственная женщина, которая могла выйти замуж без приданного, то есть без того, что родители дают за нее всем, что она придет до к новому мужу, это была царская избранница. Царь ей сам давал из своей казны все». Шоу привлекло большое внимание гостей фестиваля. Посетители выставки стали участниками действия, примерив на себя образ будущей царицы. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». У нас в студии Светлана Егошева. Добрый вечер. Добрый вечер. О чем сегодня говорим с гостем? Сразу после рекламы поговорим о том, как прошли дни открытых дверей в колледжах в этом году. И о том, что вообще ждет поступающих в средние профессиональные заведения. Будет интересно. Не переключайтесь.